Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Осенью я сажал персики, две штуки, вот они, один из них. Сказал, что обрезать буду весной. Ну вот, в принципе, время уже обрезки наступило. Как обрезать? Это первая обрезка для него. Ну, понятно, что перед отправкой его при покупке обрезали, чтобы нормально пересылать можно было. Сейчас основная обрезка будет первая, формирующая фактически. Как правильно обрезать? Я не знаю, какие сейчас современные тенденции, веяния. Я буду обрезать так, как меня учили издавна в Крыму, так выращивали всегда. Это формировать чашу, так называемую. Что такое чаша? Это удаляется, когда центральный проводник и оставляется только несколько скелетных ветвей. Три, четыре, пять. Пять, наверное, максимум хватит. И получается очень хорошо освещенная, хорошо проветриваемая крона, где хорошо вызревают плоды, где фактически должны быть меньше заболеваний. Хотя на самом деле фактически как раз персик все равно будет болеть. Итак, что вам нужно определиться? Первое, вам нужно определиться с высотой штамба. Вот с этой вот. Ну, классический вариант это 60 сантиметров, где-то 50. Но это считается хороший вариант, скажем так, для теплых регионов. Для холодных регионов, а сейчас персик можно и холодных выращивать, чем ниже, тем лучше. Считается, что сантиметров 20 в принципе уже нормально. Тогда его занесет снегом и в принципе у него хорошие шансы перезимовать. Итак, нам нужно определиться со скелетными ветвями теперь. Какие мы оставим? Как я сказал, 3, 4, 5. Но вот проблема в этом персике в том, что вот эти две ветки, которые смотрят на вас, они засохли. Не знаю почему, поэтому мы их просто сразу удаляем. Чтобы они нам не мешали. Остается одна сюда, одна, другая, третья. Но вот эта мощная, я предлагаю ее оставить. Желательно, конечно, чтобы они в разные стороны смотрели. Еще одна, вот оставим вот эту, оставим вот эту и оставим вот эту. Значит, вот эти удаляем. Тоненькие, блинкие. Оставляем вот эти четыре. Они более-менее в разные стороны смотрят, хотя вот эти параллельно, но ничего страшного. И теперь над этой веткой над верхней просто вот так вот удаляем. Надеюсь, секатор возьмет. Все. Вот и вся формирующая обрезка. Сколько у меня штамп получился? От земли до первой ветки 50 сантиметров фактически. Ну, есть еще одна такая рекомендация. Оставлять вот эти пеньки. Якобы они лучше заживают, потому что они начинают засыхать потихоньку. И если вы оставите пенек, пенек засохнет в следующем году, ну или там уже осень, его можно будет съездить. Но это еще не вся обрезка. Нужно сформировать сами ветви. Тоненькие ветки, вот такие как нижняя, например. Здесь лучше оставить 4-5 почек. То есть обрезаем вот так. Точно так же и здесь. Раз, два, три, четыре. А вот толстая ветка, она и так сильно слишком растет. Если ее оставить такой, она всю силу возьмет на себя. Поэтому оставляем 2 почки здесь. Вот так отрезать. Ну и вот эту верхнюю тоже оставляем 4 почки. Вот и вся формовка. Теперь они начнут развиваться. Ну а дальше посмотрим. Пойдемте ко второму кирсику. Ну здесь фактически та же самая беда. Вот те ветки, которые смотрят на вас, на юг в данном случае, они очень тонкие. Вот эта тоже засохшая. Кроме вот этой нижней одной. Поэтому, собственно говоря, мы ее и оставляем. И именно с нее будем начинать нашу формировку. Эти ветки нормальны. Отсчитываем, как я сказал, 4-5 почек. Срезаем. Вот эту нижнюю убираем. Она хоть и толстая, но ничего страшного. Зато над ней вот прекрасная ветка в ту же сторону растущая. То же самое. 4 почечки оставляем. Еще одна. Раз, два, три, четыре. Оставляем. И вот эту тонкую уберем. И, наверное, вот эту мы оставим. И четыре. А все то, что выше, смело убираем. Получилось 4 ветки у нас. Нормально. Вот так. Здесь штамп получился ниже. Потому что мы исходили из той ветки, которая у нас была. До нее расстояние 33 сантиметра. Но ничего страшного. Пускай будет низкий штамп. Удобнее будет ухаживать. Ни в коем случае нельзя давать персику расти вверх. Персик требует сильной обрезки. Если он идет вверх, весь урожай будет наверху, ну, это будет плохо, а низ будет голый. Вот. Замазывать ничем не буду. Все это суета. Заживет и само, как на собаке, как говорится. Ну вот. У меня на сегодня все. Первую обрезку персика мы произвели. Дальше все операции буду стараться вам показывать. Смотрите видео. Подписывайтесь на канал. Заходите на страничку на фейсбуке САД. Ежедневный уход. Купил себе мороку. Всю зиму спрашивал Икарь. Зачем оно тебе надо? Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok.